Я рисую на песке. У меня такое воображение, столько много разных картинок в голове, и они с такой скоростью сменяют друг друга, что это очень похоже на мультфильм, на историю. И мне очень важно рассказать что-то позитивное, чтобы все истории заканчивались хорошо. Чтобы, если это история для кого-то, для детей, например, то мне очень важно, чтобы они поделились с ними радостью, позитивным настроением, помочь детям рассказать историю, которую хотят они рассказать, которая им важна. Потому что рассказывать, глядя в глаза, могут не все дети, даже не все взрослые. Вот эти занятия, которые я провожу с детьми, бывают их родителями или просто взрослыми, называются сказкотерапией. То есть любая сказка, она лечит. Можно придумать свою сказку, ту, которая происходит сейчас в жизни. И немногие видят конец этой сказки. Моя задача помочь, подтолкнуть, дать идею, увидеть выход из этой истории. Рисование песком очень важно для развития детей. Потому что, когда ты рисуешь кисточкой, ты в ручке зажимаешь кулачке кисточку или карандаш. А здесь руки расслаблены, ладошки раскрыты. Море тактильных ощущений, переживаний. Дети чувствуют себя, учатся прислушиваться к своим ощущениям. Они чувствуют свободу, что очень важно. Очень много закрытых деток. И если ты будешь смотреть на него в глаза и с ним разговаривать, ты знаешь точно, что ты не получишь ответа. Максим, что он сделает, опустит свои ресницы и будет молчать. Сначала занимаются дети. Потом приходят родители. Родители говорят, что нет, что вы, я не буду, у меня не получится. Абсолютно всех я убеждаю в том, что не получится. И действительно, это правда. Абсолютно у всех все получается. Мне хочется, чтобы все сказки заканчивались хорошо. Чтобы все было, ну, как вот, все дети верят, что всегда есть добро, которое победит. И для меня это тоже важно. И как, не только как ребенка, но и как взрослого. Я не предстою в это верить, что добро, оно всегда побеждает зло. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok